Доброго времени суток, ребятушки! Вы на канале Водочка не только, и меня зовут Иван, если кто не в курсе. Если кто не был не в курсе, то знайте, как меня зовут. Я не случайно, скажем так, а-ля новогоднем наряде. У нас на пороге 2022 год, и соответственно надо сделать какой-нибудь новогодний выпуск. Что мы сейчас и сделаем. Ребят, скажем так, у каждого на столах кто-то себе приобрел водочку, коньячок. Может быть по моим рекомендациям, может быть по рекомендациям других обзорчиков. Может быть по своему усмотрению. Мой канал, он сугубо для того, чтобы донести до вас, сказать о том, что какая водка лично мне нравится. Лично мне нравится. Какой коньяк, какой виски и так далее. Какое пиво. Вот хотелось бы выпить сейчас пиво Трон. В общем, пшеничное, нефильтрованное пиво. Скажем так, 100 водосово-пшеничный, солтычменный, 100 хмеля, хмель-дрожжи. Содержит глютен, алкоголь 5%. Вот, скажем так, вот такое вот пиво импортное. Изготовитель Герман Бьюфер, группа ЛТД. Не знаю, не пробовал его, решил просто, зашел, по-моему, в магнито, решил попробовать, скажем так. Пивасика. В чем будет заключаться наш праздничный предновогодний выпуск? Скажем так, он будет заключаться в том, то, что я, скажем так, прикупил, приобрел несколько продуктов, скажем так, спиртных напитков для обозрения. Соответственно, я хочу, как бы, их анонсировать, которые будут, скажем так, водочка не только 2.0 с нового года, будут анонсированы для вас. Прежде всего, начну, скажем так, старый 0.25. Почему 0.25, как вы знаете или не знаете, если не знаете, то сейчас я вам об этом скажу. Я часто летаю за границу, соответственно, я беру с собой чемодан, русскую водочку, и там обозреваю, когда бывает возможность. Соответственно, первая водка у нас журавли, обогащенная кислородом. В начале 2000-х водка очень шумела, такая интересная бутылочка, скажем так. Решил вспомнить, что с ней стало, как, но увидел ее на полке, в магните, решил, почему нет. Ой, пиво из холодильника, пшеничку я в последнее время уважаю, мне очень нравится. Дальше, не менее знаменитая водка, начало 2000-е, ее пили все. Кто-то ее хает, кто-то ее любит до сих пор. Сколько на нее было подделок, поэтому и хает, скажем так, ребята. Угадайте, что за водка. Пять озер. Те самые, да, ребят, пять озер, на которые некоторые плюются, о которых говорят нормальная водка. Сейчас она есть, таких и спирта Альфа, данный экземпляр на спирте Альфа. Есть там и такой спирт, и сякой. В общем, большая линейка. Вот решил взять также 0,25, в путешествие в очередное с собой обозреть, записать на балкончике у себя в номере. Соответственно, опять про путешествие. Опять у нас водочка 0,25. Опять объемом, это я в ближайшие дни полечу в Египет, скорее всего, может быть, в Турцию. В Турцию я тоже зимой летаю. Да-да, ребят, зимой в Турции тоже клево. Соответственно, купаться только холодно. Соответственно, водка беленькая, известная водка. Ее рекламирует один известный человек, все его знаете, постоянно в своих видеоклипах. Рэпер, скажем так. Водка беленькая, люкс. Паршелебите жалует. Также водка в свое время гремела. Потом, скажем так, ноги от нее плевались, опять были подделки. Но, в общем, до сих пор она в теме. Есть беленькая, нарганик, спирт и все такое. Соответственно, из чекушечек все. А, нет, не все. Еще у нас есть одна бутылочка. Это водка, мне кто-то в комментариях просил о ней. Это водка Архангельская серная выдержка. Опять, ребята, 0,25. Сорян я, потому что ее беру в Египет с собой. Буду там обозревать. Ну, скорее всего, обозрею здесь. Не знаю, будет видно. По 0,25 все. Соответственно, бутылочка 0,5. Поехали. В ближайшее время вы увидите на моем канале водку Галерея Модерна. Вот так, мне, знаете, поразила эта бутылка. Вот эта бутылка произведения искусства. Даже здесь листочек такой. Ну, вот прямо Галерея Модерна. Даже переворачиваешь здесь. И вы видите, не знаю, как кистью художник нарисовал. Она очень оригинально смотрится. Купил я ее, потому что пил... А, потому что изготовитель его пятийный дом. Республика Адыгея. Горг Майкоп. Соответственно, пил я продукцию этого, скажем так, производителя. Одну из. И она мне не зашла, ребят. Только из этого я решил. Не может быть, чтобы вся продукция была не очень. Для меня, для моего вкуса, подчеркиваю. Я решил сломать, скажем так, это надуманное убеждение. И купить продукцию, опять же, этого завода. То есть, славится этот завод или это предприятие тем, что у них всегда спирт и вода в основном. Скажем так, вот она следующая. Так. Далее. Еще у меня будет обзор, скажем так, водочка не только 2.0. Будет обзор в ближайшее время водка АМГ. Ребята у Фортуна очень классные. Делают обалденную водку. Среди них есть водка Чайковский. Там, правда, по заказу какого-то бренда. Но факт то, что Фортуна изготавливает. И, скажем так, АМГ вообще большая линейка. Я пил угольную. Вот решил попробовать вот эту. Это называется АМГ мягкая. Тем, что, сразу говорю, я прочитал, брал ее в ленте. Что-то в районе 400 рублей. Потому что тут есть настой изюма. Вот такая вот водочка АМГ. Это что будет в ближайшее время. Дальше. Один мой подписчик забыл, как его никнейм или как его зовут. Писал несколько раз. Продегустируй водку такую-то. Водку такую-то. Водку такую-то. Надеюсь, ты меня сейчас смотришь. Потому что это водка отчасти для тебя. Ну, конечно, ребят, для всех вас. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Это водка Абсолют Пеппер. Я ее искал очень долго. Вот такой вот Литрович Дьютифри. Нашел ее в Хургаде в Дьютифри. Скажем так, до этого я летаю очень часто, каждый месяц. До этого ее не было в Дьютике, в Хургаде именно. Потом, бам, со мной появилась. Я сразу ее взял, не раздумывая. Потому что для меня, мои подписчики, это самое главное. Если вы просите обозреть какую-то водку, я по-любому вывернусь. Но ее куплю либо в России, либо за границей. По-любому я обещание всегда держу по умолчанию. Соответственно, водка Абсолют Пеппер, это, скажем так, Спаси водка. Это водка с перцем. Я не знаю, не пробовал ее. Даже не знаю, не читал отзыв. Как она будет. Как Мимиров, скажем так, медовая с перцем. Либо просто с перцем. Либо как-то. Насколько я знаю, но Абсолют ее изготовил как бы для коктейлей Кровавая Мэри. Кто не знает, что коктейли... Сейчас, ребяточки, глоточки в котру. За вас. Что коктейли Кровавая Мэри делаются именно со специями. Я тоже этого не знал. Думал, водка, томатный сок и соль. Все, нет. Когда я побыл на Кубе, то увидел, там и табаско добавляют, и всякое еще. Перчика и так далее. В общем, не суть. Суть в том, что Абсолют Пеппер, дорогой подписчик, для тебя я достал. И для вас тоже, ребяточки, для всех. Будет интересно посмотреть, что это за звери, с чем его едят. Водка редкая. Сам продавец Зютифриз сказал, что два ящика завезли. И так она очень редко бывает. Ну, как-то так. Абсолют Пеппер. Дальше. Ребят. Ликер легендаря. Семилетний. Это ликер я привез из Гаваны. Я покупал его в центре Гавани. В магазине в хорошем. Забыл его название. Там еще Ромеро Джилета. Сигары покупал. В общем, обалденный магазин. Хорошие ценники. Скажем так, все в куках. Ну, просто на кубе денежная единица кук. Есть куки местные, есть куки для туристов, скажем так. Доллары там не приемлют. В основном евро. Но не суть. Суть в том, что легендарь. Он такой, Ром, он сладенький. Он всего 34 градуса. Он больше девчачий, да. У меня было три бутылочки. Две я выпил. Одна осталась. Вот она у меня уже несколько лет стоит в баре. Но думаю, надо же обозреть и рассказать о ней вам. А вдруг когда-нибудь вы полетите на кубу. В азбуке вкуса, по-моему, я видел. Но что-то она... Прайс был очень дорогой. Далее. Коньячок, ребят. Вы видели недавно на канале у меня обзор коньяка старейшина. Скажем так. Ну, более всего я отношусь с уважением к Кизлярскому коньячному заводу. Акционерное общество. Я пил лизгинку шестилетней. Она мне так понравилась. Я ее частенько беру. То есть, беспрознечный вариант. За 600 с гаком рублей. Как обычно, на по скидке всегда. Ну, дальше, ребят. Зашел магнит. И вуаля. Дагестан 13-летний. Как вам, ребяточки? Пожалуйста. Стоит на полочке. Спокойненько. Я сразу схватил и взял. Даже не обращая на ценнике. Опять же, про цену вы узнаете в обзоре, ребят. У меня сейчас не обзор этих напитков. А просто, скажем так. Знаете, как в фильме, когда перед кинотеатром трейлер. Что будет дальше, да? Тут некий баротелон металлический. Ну, все красиво, солидно сделано. Вообще. Кисляцкий коньячный завод ТОП. Вот такой 13-летний Дагестан. У нас на обзорчике в ближайшее время. Дальше, ребяточки. По вискарям. Вы, наверное, уже догадались по бутылочке, что это пешеход. Джонни Волкер. Конечно. Блэк лейбл. Я считаю, по цена-качество. Это оптимальный вискар. Очень прямо мне нравится. Конечно, грин лейбл. Глэк лейбл лучше. Блэк лейбл я не пил. Надеюсь, просто жалко денег. В ленте он в районе 16 тысяч. Дюти фри в районе 14 можно купить. 13. Чуть подешевле. Ну, я считаю, что это неоправданно донко. Но когда-нибудь я его куплю. Я вас зрели на этом канале для вас, ребят. Ну, в общем, блэк лейбл. Джонни Волкер. Как мы знаем, это самый продамаемый вискар в мире. Соответственно, я считаю, что блэк лейбл. Цена-качество. Это 12-летний. Тут много разных спиртов. Это как бы обалденный вариант. Также у меня на канале. Подчеркиваю, это литрушечка из Дьюти Фри, ребят. Дальше. Ну, и в заключение, скажем так, на моем канале январь-февраль. Это будет обзор... Как вы думаете, по бутылке на что похоже? Немейский нет, ребят. Ну, у кого еще будут какие варианты, ребят? Не знаете? Это кальвадос, ребят. Если кто не знает, кальвадос делается из яблок и из груш. Ну, в большинстве из яблок, да. Предпочтительно он во Франции всегда делается. Это также французский продукт. Очень известный бренд. Соответственно, также купил в Дьютике. Он порядочно стоит, скажем так, дороже некоторых вискарей. Ну, то есть, кальвадос очень приятный. Скажем так, с девушкой, женщиной его выпить на ура. То есть, он огонь вообще очень вкусный. Мне он зашел, как бы я его пью на отдыхе. В Дьютике беру, когда... Если отдыхаю с дамой, либо вообще, чтобы была бутылочка. Чем брать какой-то мартинник, альвадос и савыгралусов, приятно пьется. Вот, ребятчики, небольшой анонс, скажем так, подошел к концу. Вот. За него пилась калифильтрованная трон. Спасибо, ребят, что смотрите. Вот и все. А, скажем так, вот хочется закончить ролик. А понимаю, что кто-то мне писал в комментариях. Не помню так же ник и имя. Что делаю ролики побольше. А то сажусь кушать, выпить, скажем так. А тут раз, бац, и ролик закончился. Да, я очень ценю ваше время. И старался, и стараюсь делать ролики короткие. Ну, почему нет? Попробовать ролик сделать длинный. Записать а-ля стримы заочно с вами пообщаться. Может на полчаса, может чуть больше, скажем так. Зайдет, не зайдет. Поставите лайки, напишите в комментариях. Либо делать короче, либо так. Ну, ребят, тогда, значит, пьем дальше пивасик. И рассуждаем на тему. Ой, как мне нравится пшенички. Вот эта вот пена, ребят. Вот посмотрите. Блин, пиво, вот этот рунт пробую первый раз. Вообще, я раньше любил, знаете, просто легкое пиво. Из бани выходишь в какое-нибудь дом живое. Что-нибудь такое. Чтобы легкое, как вода. А потом, знаете, пристрастился. С годами, может быть, вкусы меняются. Это так. И вот сейчас я увлекся пшеничкой. И как-то люблю пшеничку. Вообще, немцы делают классную пшеничку. Ну, не только немцы, разные производители. Люблю пшеничку. Она не горчит. Она такая прямо, всегда насыщенная пена. Всегда вкусная. Извините, газация пива. Поехали. Вот я думаю, ребят. Видите, у меня тут стакан. А как так? Это ж новогодний выпуск. Я вам представил анонсы. И не записать, и не выпить за ушедший год. И за Новый год. Я думаю, стоит это сделать, ребятчики. По-любому. Так, глаза разбегаются, ребят. Ну, есть у меня водка, знаете, она чуть-чуть початая. Чуть-чуть початая, признаюсь честно. Я делал первый дубль, и он у меня не сохранился. Соответственно, выпьем мы водочку. Знаете, тем более мне писали в комментариях, попробуй архангельскую. Вот, ребята, водка архангельская. Почему в чекушках, я уже объяснял в начале ролика, потому что вот эти четыре братца, три, четыре взяты для поездки в Египет. Соответственно, многие сейчас подумают, а чего ты пьешь чекушку, что возьмешь? Да я куплю другую чекушку, другую водочку какую-нибудь. Можете даже написать в комментариях, из чекушек что взять. Соответственно, я выпью ее, ну, куплю, потому что, почему у ребят берут чекушки? Потому что в Египет, например, провоз литр на человека. Вот я один лечу отдыхать, я могу взять только четыре брата. Либо я возьму два брата больших, и все. Либо четыре маленьких, и сделаю обзор. Если для вас не имеет разницы, бутылка это литровый, скажем так. Чекушка или 0,5. Да, выглядит солиднее, когда обозреваешь литр. Да, даже 0,5. Но чекушка как-то несуразна. Но, ребят, внутри это одно и то же. Я до вас донесу то же самое все, понимаете? Ладно, поехали, ребят. Водка Архангельская, северная выдержка. Дополнительно выдерживается в столетних доводных чанах. Произведена по классическим методам на одном из старейших лодочных заводов России, с чем я согласен. В 1898 году основан завод, распоряжение ВИТТЭ, сделано в столице Русского помоля. Ребят, водка Архангельская, северная выдержка. Состав. Водка питьевая исправленная, спирт этиловельфектированная, из пищевого сырья люкс. Сахарный сироп. Вот сахар. Зачем вроде водки с сахаром? Я вам отвечу, вы не будете сладость чувствовать. Сахарный сироп, это не то, что вам прямо в эту чукушку столько сахара. Знаете, вот там, когда, скажем так, вот эта водка стоит в кубе, вот в этой чаше доводной, там, я не знаю, этого сиропа выльют, если трехлитровую банку там на тонну, там в кавычках, да, то, соответственно, они могут написать, что он там есть. Но на самом деле, может быть, этого и хватает. Дальше. Ароматный спирт цитрарии исландской. Не знаю, что это такое, загублите, что. И брусничного листа. Настой спиртовных овсяных хлопьев. Ребята, овсяных хлопьев добавляют очень многие производители. Почему? Потому что, вот не то, что сама крупа овсяная разбухает, а вот эта вот жижечка, что остается, кашется молочко, да, даже если овсяное молочко, оно смягчает очень сильно, скажем так, водку. Настой спиртовный сабельника болотного, настой спиртовный ламинарий. Это водоросль очень, как бы, известная. Сейчас многие производители стараются ее добавлять. Настой спиртовный понтов морала. Ну, не знаю, морал это то ли олень, то ли поправьте меня в комментариях. Ну, что-то северная тематика. Если они нет, не знаю. Но производитель заявляет, мы не имеем права ему не доверять. Тем более, это Хангельское ликерово-воточный завод. Скажем так, один из нормальных предприятий, которые держат марку. Ну, скажем так, ну и вот и все, в принципе. 40 градусов, поехали, ребяточки. Первую, как правило, без закусочки. Я своим правилам не изменяю. Ох, ребят, сейчас напьюсь пивка и водочки. Ну, у нас же новогодний, скажем так, выпуск. Ребята, хочу записать в ближайшее время стрим. Не знаю, получится, нет. Но у меня будет стрим отличаться. В нем не будет донаты. Донаты для меня это ваши лайки и ваши комменты. Если вы будете писать комменты, ставить лайки, для меня это лучший донат. Цель моего канала не заработать денег. Вы понимаете, что на этом невозможно заработать. Тем более, на алкогольной продукции и так далее. Как бы у меня своих денег хватает. Цель просто, это мое хобби. Я люблю алкоголь, люблю его выпивать, люблю о нем рассказывать. Я не бухарик, я не алкоголик. Я просто в меру пью аккуратненько и чуть-чуть. Скажем так. Поехали, ребятушки. Первая рюмочка, Архангельская, Северная выдержка. Без закуски. Поехали. Ребят. Это водка на спирте люкс. Я ее пью без закуски, мне нормально, представляете? Теперь я понимаю, почему топовые производители иногда делают, скажем так, водку на спирте люкс. И многие заявляют, что люкс, он раскрывается лучше в дорогих водках, да, в каких-то премиальных. Опять же, люкс люксу рознь, да. Ребят, ну она идет на уровень вообще. Мне не хочется ее закусывать. Не поправьте меня, может, я пью его, пью там, я не знаю, пол баночки приговорил уже. Супер. Вторая у нас рюмочка под закуску. А как же пить под закуску, когда ее нет? Вот есть мандаринки, новогоднее настроение, но нет, ребят. Закуска в студию. Бабам! Хлебушек с вилочкой. И что у нас под закусочку? Селедочка, ребят. Знаете, селедочка это топ. Я ее очень люблю под водочку. Еще с картошечкой недавно я ехал в поезде, обозревал водочку. Если меня не изменяет память, это была водка старая Казань в 100-граммовой бутылочке. Она стоила 300 рублей. Это самая дешевая водка практически Казанского ликеровочного завода, к которому я отношусь с симпатией и очень уважаю их. Но она так мне зашла, ребят. У меня было, я в ресторане сидел. У меня было, скажем так, там, лучок, селедочка, картофель молодой, такой отварной, в общем, с лучком. Все было просто в идеале. Соответственно, сейчас бы еще картошечку. Ну, сорян, ребят. Живу один, супруги не имею, скажем так, девушки на данный момент нет. Соответственно, готовить как бы времени нет. Можно было заказать еду из ресторана, чтобы с картошечкой в следующий раз пишите. Ну, вот селедочка, купленная в пятерочке. Очень известный производитель. Она малосольная, мне очень нравится. Она с лучком, только лучок тут зелененький. Она именно малосольная, ребят. Если вы видите вот такой тарой, пятерочке продается, купите, кайфанете по полной, ребят. Хлебушек мне очень нравится. Знаете, я живу в Калужской области, мне нравится хлебушек, забыл, как он называется, Калужского хлебокомбинатора. То ли деревенский, то ли бабушкин. Бабушкин хлеб как-то, он очень такой вкусный, хороший. Поехали, ребят, под закусочку. Ребят, кайф. Что может быть еще лучше? Водочку с селедочкой, да? Блин. Ребята. Ахангельский лекаро-водочный завод, вы меня удивляете. На самом деле, ребят, признаюсь честно, я пил эту лодку летом. У друга было милоприятие какое-то, я не помню, мы пили с ним. Она мне тогда очень зашла. В принципе, у нас на носу уже январь, 22-й год. Пошло полгода где-то, месяцев 5-6. Я уже забыл, но, ребят, она топ. Сразу скажу, водка у меня не ледяная. Вот смотрите, нету ни-ни, ничего. Она просто, она слегка прохладненькая. Я как бы сегодня сходил в магазинчик, взял вот эти чекушечки только. Вот эти товарищи у меня были, этот товарищ из ленты, этот товарищ из КБ. А вот эти четыре товарища по 0,25-ке я взял в магните. Как и вот этого друга, я увидел, офигел. Просто Дагестан, 13-летний, стоит в магните и пылится. Дурья, вы что, я сразу схватил. Я люблю дагестанский коньяк. Я считаю его одним из лучших в России. Ну, как бы, вот два конкурента, скажем так. Старейшина и дагестанский коньяк из Ляски. Ну, даже, я думаю, вот этот товарищ, вам бы вам, номер один, но в России. Ну, из российских производителей. Ну, я не знаю, я не беру крымские коньяки, не пил от слова совсем. Я и в Крыму не был, и крымские коньяки не пил, не знаю. Там всякие как-то били и так далее. Я именно из вот таких, из коренных российских производителей. Так, ребятушки. Хороша, зараза, водочка архангельская. Блин, ребят. Она просто топ. За свои деньги, ребят. В магните это стоило 165 рублей, или 169? 165. А 0,5 стоило 299. То есть, получается, конечно, 0,5 выгоднее. И так получается 330 на 31 рубль выгоднее. Ну, подчеркиваю, ребят, я это брал в Египет. До Египта эта бутылочка не доедет. Я куплю еще чекушечку какой-нибудь водочки, чтобы она писалась. Вот эти, вот эти три столбца старых. Это пять озер, беленькая люкс и жрабли. Вот эти два брата на спирт и люкс, этот брат на спирт и альфа. Проверим, в Египет полечу, запишу для вас. Сразу выложу ролик с видушком на морюшко, на красное. И так далее. Потому что я люблю путешествовать и беру всегда русские напитки с собой. Потому что, ребят, в Египте пойло, называю это пойло, дерьмо. Более-менее ром, ну, как ромом назвать это можно так отчасти. Рядом с ромом, может быть, стояло. А вот эти вот водку, там еще только не пробовал. Просто. Так что, ребят, кто летает в Египет, берите, затарюйтесь дьютифри. А еще выгодный вариант, кто хочет дьютифри литровые, знаете, отчасти водки есть дорогие, там, гры-гуси всякие, там, виски есть дорогие. Просто киньте себе в чемодан литровый, две по 0,5-чки, обычном КБ, где-нибудь купите по 300 рублей, там, какую-нибудь деревеньку Ахангельскую, будет вам счастье, поверьте. Так, ну, очередная под закусочку Ахангельская северная выдержка, ребятушки. О, хорошо. Ну, ребят, она вообще вращение вызывает, она прямо заходит, вот реально, она суперская водка. Вот спиртлюкс с ней, да? И что, что спиртлюкс? Знаете, братья белорусы делают водку, я зашел, красно-белая, забыл, как называется. Как-то прочитал Альфа Плюс вообще, скоро чуть ли не Дельта еще сделаю. Мне кажется, это все маркетинги и названия, и так далее. Ребят, Ахангельская северная выдержка мне заходит. Сколько же мне поставить за нее баллов? И будут ли эти баллы справедливые после выпитого пивасика? Пить ли мне его? Пить? Ладно, сейчас еще одну и поставлю баллы. В камеру сейчас и вижу, можно сказать, каждого из вас, и каждому из вас желаю здоровья, благополучия. Ребят, добра, нам так его не хватает. Давайте быть добрее к себе, к своим близким. Вообще ко всем людям добрее быть на дороге и так далее. Везде быть добрее, ребят. Потому что, знаете, надо уважать друг друга и гнев в себе вот так скреплять, держать в себе. Ладно, суд не в этом. О баллах, ребят. Не знаю, затянется этот ролик или нет, но это предновогодний. Это заключительный ролик этого года, ребят. А потом... А что потом? Потом Новый год. А потом вот эта серия вас ждет. Кстати, ребят, напишите в комментариях, что из этого вы хотели бы ранее увидеть. Ну, кроме вот этих братьев. Потому что я их возьму сейчас на новогодний отдых, скажем так. Полечу в Египет. Не знаю, один, не один, как получится с девушкой. Ну, походу будет все видно. Сниму вам морюшко красивое. Могу сделать обзор отеля, если вам интересно. Но у меня канал не об этом. У меня канал, скажем так, об алкоголе. Соответственно, в Дьюти Фри, ребят, я обещаю вам... Я куплю еще пару братцев. Знаете, я там видел в Дьюти Фри в Египте водку Смирнов. Вот прямо заинтересовал нас. Разными вкусами там есть. Очень известный бренд. Куплю водочку Смирнов. Что-нибудь Абсолютик куплю. Еще я видел черную водку. Забыл, как называется. Именно черного цвета. Представляете? Тоже думаю ее взять на канал. Но надо помаленечку, как бы... Вот от этих вот ерунды, вот от этой вот... Вот видите, даже в прямом эфире разбилась бутылка водочки. Пять озер. Ну, не пошли пять озер. Ничего страшного. Вот от этого вот всего надо по чуть-чуть исходить. Отходите, ребят. Я это снимаю для вас, конечно. Чтобы вы видели. Но хочу более вот такой сегмент снимать. Да, я думаю зайдет в ролики. Представляете, ребят? Скажем так, я с вами общаюсь и падает бутылка. Пять озер разбивается нахрен. Вот я вижу ее. Она там валяется, разбитая. Благо, что чекушка. Цена невелика. 165 рублей это не деньги от слова совсем. Но в любом случае я ее такую же куплю и возьму. Потому что надо обозреть. Почему нет? Теперь мой пол стерилизован. Кот даже нюхает. Ну, ладно, ребятушки. Не суть разбившись. Разбилась. Это к счастью. К счастью в новом году. Поехали. Архангельская северная выдержка. Ого, сколько я налил. Ну, ладно. Я думаю, это будет заключительно уже, ребятушки. Если вы хотите пообщаться со мной побольше, тогда нет. Тогда почему нет? Поехали. Так. Кот. Иди сюда. Рыжий. Представляете, у моего кота нет имени. Я просто рыжий называю себя. Ну, как бы рыжий тоже имени. Ребят, вот такую большую до дна. Давайте проводим этот старый год, у кого, скажем так, были несчастья, невзгоды в этом году, чтобы в новом все поменялось. У кому этот год был счастливый, хороший, адекватный, чтобы в новом году он был еще адекватнее и более лучший. И, ребят, так держать, ребятушки. А знаете, еще хочу одну фразу сказать. Я недавно видел известного исполнителя, забыл, как его зовут, не суть буду, не буду его вспоминать. Он сказал, ребят, верьте в Бога, живите по-добру, скажем так, уважайте своих родителей, уважайте свою любимую. Если ее нет, то еще найдите и уважайте. И у вас будет все окей, ребят. Поэтому верим в Бога, уважаем своих родителей, ценим дружбу. И будет у нас все замечательно. Поверьте, эти три слагаемых. Остальное все, все будет, поверьте мне. Вот, ребят, у кого это будет, просто подписка, лайк, прям пишите в комментариях. Вань, ты был прав. Ребят, давайте выпьем за здоровье. У нас непростые времена, эти коронавирусы всякие. Второй год, эта тема длится, это дерьмо всех достало, я понимаю это. Но давайте так, чтобы за здоровье, ребятушки. Чтобы, скажем так, мы были здоровы, это самое главное в жизни. Поверьте, если ты не здоров, никакие деньги тебе счастья не приносят. Здоровья всем вам, ребят. Здоровья мне, здоровья моим близким, вашим близким. Спасибо, что смотрите, ребятушки. Ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь. И ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления. Я буду стараться радовать вас почаще этими видосами. Давайте, ребятушки. С наступающим 2022 годом Тигра. Провожаем 2021. Поехали. Ребят, огонь. А теперь об оценках, ребятушка. Водка Архангельская, северная выдержка. 8 баллов от меня. Но после пива трон. Поэтому решайте сами. У меня есть пиво. Я выпил пиво почти целую банку. Нет, пол банки. И потом пил водку. Соответственно, может быть на балл минус. Или как-то. Ну, я считаю, водка Архангельская. Это конкурент деревеньки. Хотя деревенька на альфа. Это вот два столбца. Вот поставить Архангельскую. Давайте представим, что это наша баллайка деревенька. Она такой формы. Это я считаю, вы эту и эту возьмете. Вы не прошибетесь. Вы будете очень довольны. За стол как бы. Я не говорю там про элитки какие-то. Я не знаю. Абсолют. И так далее. Швеция. Нет, суть не про это. Просто, если вы не знаете, что выбрать. Знаете, сомневаетесь, считаете. Увидите деревеньку по акции. Либо Архангельскую. Берите и будет вам счастье. Поверьте. Вы поставите на стол. Народ придет и выпьет. И никто там не скажет, что это бяка гука и так далее. Пиво без водки. Деньги на ветер. Новогодний выпуск. Пиво тром. Поехали. Хорошо. Ребятушки. И заключительное. Поздравительное. Почти полное. За вас. За нас. За меня. И мандаринкой. Как на Новый год без мандаринки. Столько много бутылок у меня. Сорян, ребят. Часть, я думаю, вот так выбираем. Вот. Чтобы освободить, как говорится, часть стола. Ребят. И давайте я приговорю эту чекушечку архангельской, этой водочке нашей. Вот я поставлю во главе, скажем так, стола. Кто-то говорит, пустую бутылку на стол не ставят. Все это, я думаю, ерунда. Ребят, вот этой вот полной рюмочкой. Хочу поздравить вас с наступающим новым 2020 годом, Тигр. Пожелать удачи, везения. Чуть-чуть побольше денюжек. А самое главное, ребят, здоровья. Вот поверьте, мы живем в непростые времена. Самое главное в нашей жизни здоровье. Было бы здоровье, поверьте, это... Просто представьте богатого мужчину, у которого нет здоровья, который готов отдать все, чтобы быть здоровым. Боят, просто быть здоровым. И он об этом томится, он этого ждет. Соответственно, ребята, здоровье это самое главное. И давайте быть чуточку добрее к себе, к своим близким, к своим родственникам, вообще к прохожим людям. Просто доброта правит, поверьте мне. Ребятушки, надо верить Бога, уважать своих родителей, относиться к своей любимой, если она у вас есть. Уважать ее. Если нету, то вы найдете и так же относиться к ней по-доброму, по-хорошему. И поверьте мне, вот эти три слагающих, это секрет вашего успеха. Остальное сразу все будет. Небеса вас услышат. Если вы пьете вот такую водочку, да, постоянно, вам хочется выпить постоянно вот такую, поверьте, суть не в этом, суть не в наполнении. Просто относитесь к жизни добрее. Вселенная вас услышит и Боженко вам даст того, что вы хотите. То, что нам дано Богом, это некие испытания, они всегда пройдут. Ну ладно, суть не в этом, ребят. Суть в том, что спасибо вам за все. Ставьте лайки, пишите в комментариях, я вам отвечу на все ваши вопросы. Какую водочку хотите обозреть, я ее сразу поеду, куплю. Все сделаю, ребят. С наступающим 2022 годом Тигра и с прошедшим 2021. Чтобы у нас все было, ребят. И здоровье, и деньги, и самое главное, уважение людей. Быть добрым. За вас. Ребят, мандаринки вкусные. Не знаю, чего производство. Ну топ. Ребят, подписывайтесь. Увидимся с вами в 2022 году. Вот этих товарищей всех обозрею. Пока, пока, пока.